Удмуртия, Воткинский завод. Именно здесь изготовляют искандеры, которыми Россия нещадно обстреливает мирные украинские города. Полномасштабная война продолжается уже полтора года, а запасы вооружения у россиян не резиновые. Поэтому потерю искандеров, да и других типов вооружения активно пытаются возместить. Оборонные предприятия нашего региона, как в годы Великой Отечественной войны, наращивают темпы производства и готовую продукцию немедленно отправляют военным. И наращивают производство так активно, что предприятия взрываются. Как сообщают российские СМИ на заводе в Воткинске, 4 августа прогремел взрыв. Сегодня в 11.30 взорвался цех номер 95 Воткинского машиностроительного завода. Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. Сначала говорили об атаке беспилотников, но, как выяснилось, хлопок и дальнейшее возгорание случилось именно внутри предприятия. Никакого внешнего воздействия. Корпус цеха, в котором проходило испытание, выдержал, но получил значительное повреждение. Что уже говорит о характере и самого так называемого проводимого испытания. И, соответственно, о мощности тратилового муфиолентия. То есть, по всей видимости, испытывали боевую часть Искандера М. Я напомню, боевая часть оперативно-тактических комплексов Искандер М. Это порядка 480 килограмм. Поэтому оно это серьезное, скажем так, элемент, который позволяет говорить о значительных разрушениях. Как в самом цеху, так и, соответственно, предполагать возможность жертв среди сотрудников предприятия. Подобные техногенные катастрофы, ну, либо аварии, периодически случаются на российских оборонных предприятиях. Поэтому говорить о... исключать возможность нарушения технологического цикла абсолютно нельзя. Учитывая тот факт, что действует жесткий режим экономических санкций против оборонных предприятий. Вскоре об инциденте заявили в пресс-службе завода. Но там, уверяют, никакого взрыва не было. Это все срабатывание аппаратуры, сопровождающейся хлопком и задымлением. Сегодня, 4 августа 2023 года, на территории производственной площадки АО «Воткинский завод» произошло срабатывание аппаратуры, сопровождающейся хлопком и задымлением. Никто из работников предприятия не пострадал, угроза жизни и здоровью отсутствует. Подразделения предприятия работают в штатном режиме. Но от задымления корпус не пострадает. Пока местные СМИ развенчивали миф пресс-службы и писали о том, что причина взрыва испытания изделия в бронекапсуле, местные жители сомневались, что пострадавших нет. Ведь цех предприятия, как сообщают, был секретным, и работники там всегда без связи. Да и дым видели за городом. На «Воткинском заводе» в разное время производились ракеты «Тополь-М» и «Точка-У». С 2006 года было начато серийное производство баллистических ракет комплекса «Искандер-М». Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил. На многие годы, даже десятилетия, обеспечило высокий уровень военной безопасности России. Помогло укрепить и стратегический паритет. «Искандеры», которые производит «Воткинский завод», относятся к категории интерконтинентальных баллистических ракет и обладают достаточно большим радиусом действия – от 500 до 1500 километров и способны доставлять ядерные боеголовки на дальнее расстояние. «Искандер-М» – это, скажем так, оперативно-тактический комплекс. Соответственно, его отличие от «Искандера-К» – это то, что ракеты летят по баллистической траектории. То есть та траектория, которая до определенного времени была фактически вне зоны поражения украинского ПВО. Сейчас, после предоставления нашими стратегическими партнерами зенитно-ракетных комплексов «Патриот» и, соответственно, сам «Пкинский» ситуация изменилась. До 24 февраля 2022 года у России было 900 баллистических ракет типа «Искандер», из которых по состоянию на январь 2023 года осталось 144. За прошлый год россиянам удалось изготовить только 56 ракет. Приблизительная стоимость – 1,2 миллиона долларов. Российская Федерация на данный момент именно по состоянию на август 2023 года имеет возможность производства ракет различного типа базирования, в том числе и, соответственно, к оперативно-тактическому комплексу «Искандер-Вэй». По данным западных разведок, это порядка до 100 единиц в месяц. Если говорить в сравнении с довоенным периодом, на данный момент мы можем говорить о том, что производство высокоточного вида вооружения претерпело значительных изменений в моменте уменьшения количества и, соответственно, качества выпускаемой продукции. В первую очередь играют экономические секторальные санкции против конкретных предприятий российского ВПК. Но в Кремле результатами своей работы довольны. Говорят, выполнили план на 100%. Уровень выполнения заданий гособоронзаказа по основным образцам составил 91%. По данным украинской разведки, «Искандера» в России выпускает в разы меньше, чем, например, «Калибров». Бывые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем этот процесс наращивать. Но производить хоть что-то упорно стараются. Тем более уже нашли способ обходить санкции и закупать комплектующие извне. Больше всего иностранных компонентов, от которых зависит Россия, в двух изделиях. Это «Искандер» и «Кинжал». Где-то порядка 50 компонентов электронной базы в этих ракетах иностранного производства. У нас есть информация о том, как на территорию РФ заходят все эти компоненты. За счет того, что есть страны, которые не присоединились к санкциям, соответственно, очень много элементов даже не военного, не двойного назначения, а гражданского назначения. Но все равно процесс не быстрый. К тому же Кремль не накапливает, а сразу все пускает в бой.